Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. Меня зовут Таня. Я сейчас снимаю оставшуюся коллекцию платьев и буду показывать, какие я снимаю и сколько они здесь стоят в магазине. У меня такое, типа военное, но, наверное, харки. Суть бизнеса, короче, берешь, покупаешь в Италии, в Испании и во Франции и перепродаешь здесь. И очень в магазине нужно сделать, чтобы много золота было там, то есть продавцы все очень такие вот блондинки там с накрашенными ногтями, все сходят здесь дорого. Но, по сути дела, здесь я видела бусы, которые я с ebay брала по... Причем эти ракушки? По доллар пятьдесят, наверное, да? Полтора, да. Полторушка, полтора доллара, короче. Не знаю, надо бы спросить, интересно, сколько они здесь стоят. Вот такой вот у меня тут манекен разборный. Платье стоит сорок девять фунтов белое. Вот, а я беру, одеваю, каждый раз снимаю руки, ну, смотри, какая модель. Потом надеваю их обратно, у меня даже произошла производственная травма, это с прошлого раза зажало этим магнитом. Очень крепкие магниты, очень тяжелые эти руки, так что надо аккуратно пальцы просовывать. Вот такая накидка, еще идет от дождя, дождевик. Может, поэтому стоит сорок девять, не знаю. Не, она там оценки, понятное дело. Бизнес, купи дешевле, продай дороже. Вот такой вот есть за сорок пять, но если с джинсами, то красивые, с моими тапочками. Скажу, может мне сегодня вместо зарплаты платье дарите? Не, не, лучше деньгами. Такое можно, мне кажется, в Китае за пятерку взять. Да, так я же так. Да, в Китае действительно можно дешевле. Синий такой балхон симпатичный, 35 фунтов. Блин, но самое главное, что демонстрируют эти платья, ну, вообще, просто всякую херню продавать, у меня есть бабки. Так, вот это платье стоит сорок пять фунтов, но я не знаю, мне вот этот стиль напоминает платье сельской алкоголички. Может, потому что в селе именно такая, которая в такое платье идет, с теми загорелыми ногами, такая бухая без зубов. Может, потому что они такие, типа, сгунки покупают эти платья, которые сдают европейцы поношенные или что-то. Прямо такая ассоциация именно с таким фасоном. Марка, фирма, которая производит бренд, это, я не знаю, как по-французски, Fait pour l'ouz. Fait pour l'ouz. Вот это 35. Ну, все ради сего, по счету 35-45 примерно. Одинаковые цены. Это тоже Fait pour l'ouz. Нет, это не Louis Vuitton, это Fait pour l'ouz. Стоит 45 фунтов. Это вообще можно использовать как платье невесты. Это тоже та французская фирма, не буду уже мучиться. Принцит тоже 45. Вот это за 45 платье Bella Blue. Не знаю, кто призывает, тоже с красивой талии. Ну, такие платья, это вот такие, я понимаю, фасоны балахонистые, всякие цветастые. Мне лично не очень нравится, как бы я другую немножко одежду ношу, но я думаю, ну, я видела здесь вот так вот, вот так покупателей. То есть приходят женщины, все такие там колеечки, такие, ну, рассматривают, покупают. Так, ну, такое платье. Сейчас я постараюсь, как оно стоит. 45! Ты тут себе по 45, походу. Да, 45 или 35. Ну, может, есть вот этот город. Вот там особо. Вот это платье красивое. 39 фунтов, итальянское. Я по такому бы гасала. Ходила бы. Вот это платье мне нравится. Фирма Михус. Михус. Вот. И очень красиво мне нравятся такие всякие сеточки, орнаменты. Повезет тому... Такое тело. Да. Повезет тому обработчику, который будет потом обрабатывать, и вот это все обрезать. Это вообще цирка. Такая я иду фоткать. Вот такая у меня работа подневная пока что. Когда есть заказы, вот, прихожу. Позвали, я уже говорила, позвали на собеседование на уборщика. Там зарплата по часу больше, чем за фотографа. Было бы неплохо туда попасть. Так что... А, даже, по-моему, на два... Не, на одно позвали, на второе ввели в шорт-лист. Это, типа, отобранные кандидаты, и потом посмотрят, и себя подведут, и тоже позовут. Вот. Так что работаем потихонечку. Так, мы перешли к съемке бижутерии. Но тут есть странные вещи, потому что, вот это, например, деревяшки, обернутые резинкой кухонной, которая для всяких там... Петрушки, угроба. Она стоит 30 фунтов. Я не знаю, вообще это... По мне так странно, потому что... А это резинка, да. То есть, ну, не 5, конечно, но так, чисто за ручную работу. Ну, давай честно, скажем, 15. Ну, 25 можно дать. Ну, доллар, знаешь. Ну, 25, да, из жалости. Ну, вот такое прикольненькое. 30 фунтов. Просто бижутерия, блин. Я не знаю, кто тарится, потому что за такие деньги, там, допустим, 30 фунтов, ты можешь купить по ebay из Америки. Я давно еще видела этот магазин. Там, то есть, камни настолько красивые. Вот эти аметисты, все видно натурально. Там, ну, по 40 долларов. Ну, там, прям, такие жерель, так все подогнано. Красота, красота. Не, ну, это же лучше. Вот, смотри, вот такая красота. Вот это вот. Не, не, вот это. О, вот сердце есть. Вот какой-то алюминиевый. Не, ну, это стиль какой-то. Да, на стиль я не понимаю. Я тоже так думаю, что я не понимаю. Вот такой вот по 30 фунтов, как бы. Это просто пластика, говно. Ну, блин. Это есть. Я бы вот такую просто реально даже с мусорки не взял. Потому что оно стоит ничего, понимаешь? Это как для индейцев вот эти вот бусы из стекла. Да, какие-то бусы из стекла. Да это даже не ракушки. Это... Побрякушки, да. Это просто пластмасса и все. Угу. Стало что? Да, просто дерево обклеено бумагой. Вот оно видно, бумага, короче, по дереву. Другое дело, если бы оно взомнало, ты не плотила. Да не, ну, дело в том, что, ну, это совсем просто издевательство. Это... Да не издевательство, это стоит там, где оно продается, но и стоит, блин, доллар или два. Другое дело, что это просто... Оно стоит 29 фунтов, это 33 евро. Вот это говно. 30 фунтов, это почти, что 40 евро. 40 евро. Вот это говно, которое я бы выкинул на мусорку. Это когда оно не стоит, блин. Может быть тот, кто его, производитель, продает по доллару. Я просто в шоке. Это звук богатства. Вот так вот богатство звучит. Так. Это кабель от интернета и на нем подвешены такие вот штучки. Ты когда идешь вот так вот, услышно все. Ты очень богатый. Вот так. Вот. Аня, одень, чтобы знали, что ты богатая. Нет, даже запишем он будет на пупке, и я не уверена, что он должен быть на пупке. Так оно как бы, типа твой пупок в центре, центрируется этим. Ну, это странно как бы, потому что он живет вот так, ну, ладно на пупке. Но оно дорогое, поэтому тебе выделили. Может, это лечебный, может, это цирконий, он лечит кишечник. Тебе просто выделили много, видишь, этого кабеля, коаксивного. Вот поэтому у нас интернета нету, потому что весь кабель на бусы пошел. Это с нашего дома. Да. Сперли, сделали бусы, у нас интернета ничего не было. Дальше вот осталось вот этот кусок люстры, только проволокой обмотанный. Задим в Теско, возьмем молоко. Да? Люстры из ресторана.